Здравствуйте, Екатерина. Я наконец-то добралась до ваших работ и хочу вам дать развернутый комментарий по поводу того, что вы сделали и, соответственно, вашего комментария по поводу образцов. Смотрите, я открыла картинку JPEG и вот то, что я вижу в образцах. Соответственно, у меня их нет. Программа Adobe Illustrator автоматически их не видит. То, что вы предлагаете вот здесь, уже стоит галочка показать все образцы, показать все цвета, показать все градиентные сетки. Что здесь имеется в виду? То есть у вас изначально в документе закладываются какие-то стандартные шаблоны. Когда вы создаете новый документ, данные шаблоны закладываются по умолчанию программой и, соответственно, вы видите классический набор цветов. Если же вы открываете картинку из JPEG, она открывается и у вас нет никаких образцов. Уже работая с данной картинкой, создавая какие-то новые цвета, ну, любым из способов, да, это как пример, вы можете взять и перетащить и уже создать свою палитру рабочую. Вот поэтому в марафоне, когда я говорила и показывала, я открывала картинку и копировала ее в специально подготовленный файл для того, чтобы у меня сохранялись вот эти автоматические настройки нового файла. Поэтому, увы и ах, к сожалению, то, что вы показали, не решает проблему. Я знаю эту функцию. Я, правда, копала рыло, но пока до сих пор не нашла, как так сделать, чтобы открыть фотографию и получить все готовые образцы. Вот, это то, что касается первого. А то, что касается второго. Смотрю ваше платье. Вы молодец, у вас даже узел получился более чистым, чем у меня. Так, все красиво, складочки все нарисовали конструктивно, все прям изумительно, молния на месте, есть шлица. Да, немножко теневой такой баланс. И здесь все по частям, просто замечательно. Все вижу, давайте посмотрим на группировочку на вашу. Все сгруппировано. Опять же, момент группировки, это на ваше личное усмотрение, на ваше личное удобство работы. Вы можете вообще не сгруппировывать. Но тогда при переносе эскизов из файла в файл, при движении, вы можете потерять какие-то детали. У меня так много раз было, я, например, рисовала брюки, теряются там какие-то. А строчки по низу брюк, дополнительные какие-то потертости, рисунки там. Ну, выделили, да? Одна штанина пришла полностью, а вторая что-то теряется. Манжеты от рубашек. То есть, группировка, она чисто вот для удобства служит. И здесь давайте смотреть тоже. Ну да, вы сделали, создали верхнюю. Здесь все прекрасно сделано. Молодец. Что я могу еще сказать? Марафон получился. Очень жалко, что вы не отправили мне файл свой с заливочками. Но я видела результат уже экспорта. Там, где вы в платье применяете заливки, очень красиво получилось. Красивое платье. Молодец. Я считаю, что марафон прошел не зря. У вас теперь есть готовое портфолио. Но не прекращайте, продолжайте смотреть что-то новое. Я буду делать еще видео. В первом видео по нарядному платью я показала, как работать, соответственно, с заливками. У нас там еще с вами на очереди моделирование и всякие другие интересные штучки. Может быть, текстуры посмотрим. Посмотрим, как принты на футболке накладывать. Кстати, очень интересный момент. Там много техник есть. Парочку из них я покажу. Потому что достаточно популярная тема для работы. Когда берут готовые футболки, берут готовые толстовки, на них накладывают разного рода принты. Но тут надо, конечно, понимать технологию, по которой он будет сделан. Самый простой и самый дешевый способ это формат А4 или А3, который печатается точно на груди. Ну, соответственно. Вот. Еще раз. Молодец. Я очень довольна результатом. Так держать. И до новых встреч, новых свершений. Пока-пока. Пока-пока.